Всем привет! Вы смотрите хорошие новости на телеканале Арктик ТВ в студии Елена Галямина. Мини-сериал «Чернобыль» привлекает в Литву все больше туристов. Они приезжают, чтобы посетить остановленную атомную электростанцию, на которой сняли большинство сцен фильма. Пройтись по реактору Ингалинской АЭС – не очень приятное занятие. Так свои ощущения описывает британский турист Том Слейтер. Когда я прошел по нему, и гид объяснила, где мы на самом деле стоим, то стало немного не по себе. Том, как и вся экскурсионная группа, приехал на северо-восток Литвы, посмотрев мини-сериал «Чернобыль». Большую часть фильма сняли на этой АЭС, поскольку реакторы здесь такого же типа, что и на Чернобыльской станции. Мне на самом деле очень страшно. Я против атомной энергии, выступаю за зелёную. Но что я могу сделать? Ингалинскую АЭС остановили в 2009 году. Однако ядро её реактора остаётся крайне радиоактивным. И это место становится всё более популярным среди туристов. Особенно учитывая, что фильм был номинирован на 19 наград Эмми. Запросы на посещение контролируемой зоны поступают отовсюду. Из Канады, Японии, Австралии, Испании, Чехии, Франции и других стран. Туристы также едут в район Вильнюса, который похож на город Припять. Здесь снимали некоторые сцены фильма. После аварии на ЧАЭС советское руководство Литвы послало на работы по ликвидации последствий около 7 тысяч человек. Многие из них уже умерли, а оставшиеся в живых страдают от многочисленных болезней. Этот мужчина, которому на то время было 28 лет, провёл 105 дней в 30 километрах от Чернобыля. Он строил дамбу, которая должна была фильтровать загрязнённую воду в реке. Погринесешь к рту. Сразу после аварии начались проблемы с щитовидной железой. Поднялось давление, а ещё выпадали зубы. Не все, но те, что выпадали, я просто доставал изо рта. Врач был не нужен. Козлаускас основал организацию литовцев, работавших в Чернобыле. Они добиваются поддержки со стороны правительства Литвы. Например, просят, чтобы им позволили уходить на пенсию раньше, а также предоставили льготы на лечение. Впрочем, сейчас власти больше обеспокоены строительством белорусской АЭС в 50 километрах от Вильнюса. Они рассматривают этот проект как угрозу национальной безопасности, заявляя, что станцию возводят не по наивысшим стандартам качества. Житель Коста-Рики выбрал для себя крайне опасную работу. Он выманивает из воды огромных крокодилов, чтобы показывать их туристам. Говорит, что каждый раз очень боится. Для 27-летнего костариканца Куана каждый рабочий день может стать последним. Он зарабатывает на жизнь тем, что приходит на берег реки Тарколес в провинции Пунтаренес и выманивает из воды крокодилов на потеху туристам. Молодой человек говорит, что искал другую работу, но нашёл только это. На самом деле очень страшно, потому что это опасно. Для крокодилов это их среда обитания. Не так, как в вольерах, где им просто кидают куски курицы. Это рискованно и довольно страшно. Впрочем, туристы готовы платить за то, чтобы пощекотать себе нервы. Это страшно и одновременно очень впечатляет. Почему? Потому что это огромные существа с гигантской пастью. Нужно быть очень смелым и немного сумасшедшим, чтобы на это решиться. Круто. Огромные крокодилы выходили на песок, и можно было увидеть, насколько они большие. Но также было видно, что они немного привыкли к людям. Такая работа в Коста-Рике нелегальна. Власти запретили кормить диких животных, поскольку это притупляет их охотничьи инстинкты, и они становятся уязвимыми. А когда хищники прекращают охотиться, нарушается баланс экосистемы. Туристы в одном городе в Камбодже теперь не просто ездят на достопримечательности. Их учат заботиться об окружающей среде, а также помогать местному населению. Камбоджийский город Сием-Риап находится близ знаменитых кхмерских храмов Ангкора, которые ежедневно посещают тысячи человек. Но не все посетители хотят ездить с организованными группами и по стандартному графику. Некоторые стремятся выехать за пределы привычных маршрутов, пообщаться с местными жителями и посмотреть самые отдалённые уголки страны. Для них в городе работает компания «Джаст Райт», которая ввозит туристов на мотоциклах. «Не делать то, что делают обычные туристы. Вот почему «Джаст Райт» для меня идеальный вариант. Я не хочу ехать в очередной город на автобусе, а потом вместе выходить». Экологический туризм в этом городе становится очень популярным. Появляются десятки компаний, которые учат путешественников заботиться об окружающей среде, а также о благосостоянии местных жителей. Например, одна фирма призывает туристов брать на прокат электрокары, а не обычные авто. «Мы хотим, чтобы туристы, которые сюда приезжают посмотреть Ангкор-Ват и другие храмы, выбирали электрокары и подавали пример другим туристам». А местные отели и рестораны тем временем сокращают использование пластика. Например, в отеле «Трилайн Урбан Ресорт» посетителям предлагают деревянные наборы для бритья и трубочки для коктейлей. А в ресторане «Экбук» все средства направляют на обучение персонала. «Наш ресторан неприбыльный. Всю прибыль направляют в нашу кулинарную школу. Там молодых камбоджицев обучают всему необходимому в гостиничной сфере». Еще одна компания помогает людям из бедных семей – это местный цирк. Обучение здесь также предлагается бесплатно. Наконец, несколько отелей объединились, чтобы очищать окружающие леса и водоемы. Постояльцам также выдают многоразовые бутылки для воды. С помощью приложения можно узнать, где в городе эти бутылки можно бесплатно наполнить. В одной испанской провинции цветут лавандовые поля. Местные фермеры все чаще заменяют зерновые культуры этими растениями, поскольку они приносят больше прибыли. К тому же ароматные и красивые цветы привлекают много туристов. Голубовато-фиолетовые поля раскинулись по испанской провинции Гвадалахара. Здесь буйно цветет лаванда. Великолепное зрелище и благоухание привлекают всё больше туристов. «Это так прекрасно. Аромат, природа, эти цвета, закат, воздух, жужжание пчёл. Всё прекрасно». «Лавандовые поля в Бриуэге впечатляют, особенно в сумерках. Здесь такие контрасты, цвета и фотографии выходят превосходные. Зелёный и фиолетовый так оттеняют друг друга. И самое главное, очень приятно по вечерам наслаждаться ароматом». Испанские фермеры всё чаще заменяют зерновые культуры лавандой. В регионе Кастилия-Ла-Манча, где находится Гвадалахара, за последние 10 лет производство лаванды увеличилось в пять раз. Это растение приносит прибыль в 3-4 раза больше, чем злаковые. К тому же в регионе теперь процветает туризм. «Люди приезжают, гуляют по полям, фотографируют и приносят деньги этому району. В летний сезон это очень важно для местной экономики. Раньше, после уборки зерновых, здесь оставалась только сухая земля. Люди ехали на море. А теперь они выбирают вот такой сельский туризм». Лаванда – это вечно зелёный полукустарник. Во всех частях растения содержится эфирное лавандовое масло, но наибольшая его концентрация – в фиолетовых цветках. Масло используют в парфюмерно-косметической и пищевой промышленности. В городе Баверли-Хиллс открылась выставка, посвящённая Луи Виттон. Французский модный дом в этом году отмечает свой 165-летний юбилей. Эти сумки помогли построить империю. И она существует уже 165 лет. В Баверли-Хиллсе открылась временная экспозиция, на которой можно больше узнать об истории Луи Виттон. Среди экспонатов – самая популярная продукция французского модного дома. Например, это знаковая сумочка Капьюсин. А это разные её вариации. Каждая стоила 8600 долларов. Отдают дань уважения и самому основателю бренда, который начинал в Париже в 1854 году. «В будние дни на выставку ежедневно приходит по 3-4 тысячи человек, а выходные – по 6-7 тысяч. Это нескончаемый поток людей». Выставка расположилась в десяти залах. В них можно узнать о долгой и блистательной истории бренда. Здесь и цифровые экраны, и более 180 старинных экспонатов. «Модный дом смог добиться удивительных результатов так стильно и непринуждённо. Он создал продукцию, которую все хотели получить – с прекрасным дизайном, классическую и одновременно очень современную». Среди экспонатов есть старинные чемоданы и сундуки, дорожные ящики для обуви и даже боксёрская груша, разработанная Карлом Лагерфельдом. А здесь представлены узоры, которые Луи Виттон использовал на шарфах и платках. Также можно увидеть и одежду от таких дизайнеров, как Марк Джейкобс, Ким Джонс, Николя Жескиер и Вирджил Абло. Ещё один зал посвятили нарядам с красных дорожек в Голливуде. Здесь же можно увидеть и мастеров модного дома за работой. Ну а посетители не просто делают фото. Для них на выставке работает магазин. «Больше всего мне понравилось внимание к деталям. Также интересно рассказывается история. Начинаешь любить бренд. Он действительно хороший». Вход на выставку бесплатный. Экспозиция открыта каждый день до середины сентября. В Иордании на дно Акабского залива спустили почти два десятка военных транспортных средств. Машины, танки и вертолёты теперь стали экспонатами подводного музея, цель которого привлечь иностранных любителей дайвинга. Под звуки торжественной музыки корпус военного вертолёта медленно погружается на дно залива у иорданского города Акаба. Туда же отправляются танки, машины скорой помощи и другая списанная военная техника. Всего 19 единиц. Эти машины стали экспонатами подводного музея для дайверов. «Отличная идея. Она сюда привлечёт больше туристов. У нас теперь есть 23 объекта для дайвинга, в том числе самолёт, который затоплен примерно полтора года назад». Часть машин опустили под воду на 15-20 метров. Некоторые экспонаты будут покоиться ещё глубже. «Как только об этом узнают, особенно жители Акабы, они возьмут маски и приедут сюда полюбоваться прекрасными видами. Вскоре здесь появятся разноцветные рыбки». Подводные экспонаты также станут домом для морских существ и отвлекут внимание дайверов от природных рифов. «Эти военные машины дадут безопасное убежище кораллам и другим морским обитателям, в том числе рыбе. Они будут здесь жить и размножаться. Также эта техника обрастёт кораллами. Думаю, через год мы увидим красивый подводный ландшафт». Акабы – единственный морской курорт Иордании. Зарубежные путешественники – один из главных в стране источников иностранной валюты. На туризм приходится 10% иорданского ВВП. В Косово живёт бывшая пловчиха и хайдайвер. Она прославилась тем, что стала первой женщиной в бывшей Югославии, которая нырнула с 30-ти метрового моста. Она уже давно не выступает и теперь судит на соревнованиях. Но хайдайвинг по-прежнему живёт в её душе. Жительница Косово – Гангье Джидзе Баша, бывшая пловчиха и спортсменка по прыжкам в воду. Все её рекорды позади. Теперь она судья на соревнованиях по хайдайвингу. Но об уникальном прошлом Гангье в Косово не забывают. «Когда мне было 18 лет, я нырнула с моста в боснийском городе Мастар. Его высота – 30 метров. Я стала первой женщиной в бывшей Югославии, которая это сделала». Бывшая спортсменка говорит, что хотела нырнуть с моста в 17 лет. Но тогда власти не дали разрешения, поскольку пловчиха была несовершеннолетней. Гангье увлекалась плаванием с ранних лет. Вдохновляли отец и брат. Оба были известными футболистами. «Этот вид спорта мне дорог с самого детства. Он требует мужества, таланта и тренировок. Помимо хайдайвинга я занимаюсь плаванием. Дайвинг живёт в моём сердце». Прыжки в воду с экстремальной высоты не всегда были популярными. «Раньше люди говорили, вы с ума сошли, вы помешались. Мой начальник сказал мне, что я разобьюсь. Так же было, когда я выполнял трюки на мотоцикле. А теперь все аплодируют». На этих соревнованиях по прыжкам с моста в шайт победил Эвидат Красникьи. «Не описать это чувство. Адреналин приливает в кровь. Всё происходит за считанные секунды, и вы погружаетесь в воду. Я желаю успеха другим спортсменам». Ну а Гангьи, закончив судить, тоже порадовала зрителей прыжком. Говорит, что посвятила его внуку. Надеется, что малыш пойдёт по её стопам. Один вагоновожатый во Франкфурте качает мышцы уже 36 лет. Долгое увлечение бодибилдингом прикатилось ему и на работе. Водитель и тяжести поднимает, и порядок в вагоне наводит. Горожане уважительно называют его трамвайным боссом. Широкая улыбка, очки авиатора и накачанные мышцы. Петра Вирта знает чуть ли не каждый житель Франкфурта. Здесь его почтительно величают трамвайным боссом. 57-летний вагоновожатый уже 36 лет занимается бодибилдингом и ежедневно делает упражнения на растяжку. Преимуществами своей физической формы Петра активно пользуется на работе. «Классический случай – ноги на сиденье. И я иду по трамваю и вижу, как кто-то положил ноги на сиденье. А потом там сядут другие пассажиры. И они ждут, что я скажу что-нибудь, а не просто пройду мимо». Вольности себе позволяет в основном молодёжь. Петер просит убрать ноги. А если юноша не реагирует, водитель трамвая показывает один из своих коронных трюков. Например, садится на шпагат. Так Петер показывает, что вот это круто, а класть ноги на сиденье – просто дурной тон. «Все ребята хотят быть сильными и хотят быть хорошими. Помня об этом, я выстраиваю отношения с ними. Если вы можете быть примером для подражания здесь, тогда вы образец для подражания в любой ситуации». Петер не забывает помогать пожилым женщинам заходить в трамвай и выходить из него. Любезно поднимает тяжёлые сумки. При этом всегда приветливо разговаривает с пассажирами. Трамвайный босс в 2024 году планирует баллотироваться на пост мэра Франкфурта. Он хочет улучшить ситуацию в сферах доступного жилья, общественного транспорта, а также в работе с молодёжью. Больше всего любителей армрестлинга в США и России. Но этот вид спорта теперь быстро завоёвывает и Африку. На континенте есть даже собственный чемпионат по армрестлингу. Малиец Альфа Сагоба качает мышцы каждый день. Он один из лучших спортсменов малийской команды по армрестлингу. Этот вид спорта всё популярнее в Африке. «Я полюбил армрестлинг в раннем детстве. Тогда я не мог поднимать тяжести. Но ходил на все соревнования, где бы их ни проводили. Я подражал спортсменам». Сагоба в детстве вместо штанги поднимал просто металлические палки. Говорит, если к чему-то стремишься, найдёшь способ достичь цели. «Альфа играет важную роль в нашей команде. На соревнованиях он очень часто побеждает в своей весовой категории. Для нас он ценный спортсмен». Недавно Сагоба выступил на 10-м чемпионате Африки паромрестлингу. Для него это были первые международные соревнования. В них участвовали 300 спортсменов из разных стран. Малиец и на этих состязаниях взял трофей. «У меня третье место. Это не то, на что я надеялся. Но это спорт. Есть победитель и есть проигравший». И хотя надежды спортсмена не оправдались, он верит, что однажды станет чемпионом. А пока продолжает тренироваться и придерживаться правильного питания. «На завтрак я обычно ем бобы и аллокко. Это мои фирменные блюда. А потом пью молоко. Я весь день в форме и готов соревноваться». Мали, как и некоторые другие африканские страны, входит во Всемирную федерацию армрестлинга. Она основана в 1977 году, в её составе 80 стран. Боевое искусство Каларипаяту – одно из древнейших в мире. Его практиковали воины, жившие на территории Южной Индии. А теперь обучаться ему приезжают даже из-за границы. То ли сражение, то ли прекрасный танец. Это древнее боевое искусство называется Каларипаяту – бой в священном месте. Зародилось оно в Южной Индии, на территории нынешних штатов Керала и Тамилна. Обучение начинается с физических упражнений, потом мастер учит безоружному бою, и только после этого подходит этап под названием кальтари. «Кальтари начинается с такого оружия». Когда ученик овладеет десятью видами деревянного оружия, наступает черёд стального. Обучаться этому боевому искусству приезжают даже из-за границы. В занятиях ученики видят пользу и физическую, и духовную. «Это развивает чувство единства, что можно отнести к духовному достижению. В Каларипаяту есть очень много интересных сторон, больше, чем в обычных боевых искусствах». На последнем этапе мастер обучает 250 элементам защиты и нападения со свободными руками. На сегодня у меня всё. До встречи в следующих выпусках, и пусть каждая новость будет хорошей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова